все сейчас мы открываем привет всем что может быть прекрасней в начало весны погрузиться в подземелье мы находимся в столице нашей родины с нами мой коллега правда более узкопрофильный и этот профиль вы сейчас увидите представьте пожалуйста меня зовут дмитрий я сотрудник музея современной фортификации да и что это за фортификация мы собственно вот прямо сейчас туда и углубимся хочу сказать что это за москворечь один из моих любимых районов москвы этот водил миллион экскурсии тут рядом есть и типография сытина с которой началось вооруженное восстание 1905 года и деревянные церковь болвановки и прочее но мы идем с вами сюда потому что мы идем с вами в бункер пошли и так вам может показаться что это главная лестница но нет спускаемся в преисподнюю потихонечку дима скажи пожалуйста ты сам вообще как здесь очутился ну какой твой путь появление здесь в этом бункере скажем так был весьма долгий то есть если рассматривать прям самого начала примерно 16 лет меня просто заинтересовала вообще тематика как гражданской обороны так и защитных сооружений и прочие довольно военные науки вот и уже спустя долгий промежуток времени примерно пять лет и моего путешествия в наши доблестные войска а именно службы в армии я вернулся и через знакомого попал сюда который здесь соответственно уже работал сходил на экскурсию увидел как все это выглядит понял что тематика мне довольно родная и вот примерно полтора года может чуть меньше я был здесь волонтером в свободное время приезжал сюда восстанавливать объект помогать ну и соответственно довольно плотно общался составом тех нынешних сотрудников дополнительно подковался еще знание фортификации и вот спустя еще примерно год моих усиленных поток мне предложили поводить самому дабы знание и опыта позволяла на тот момент и вот уже по факту ну и год примерно дам я сейчас уже гид который рассказывает и другим людям дает возможность погрузиться в историю репли репли ты замаривал эту дверь и так мы проникаем внутрь насколько я понял это дверь чуть тяжелее этих дверей что высаки скам соборе находятся как же нам ее открыть нужно подумать скажу сразу не совсем возможно это бы раньше и сработало но тем не менее дверь отоборудована электрическим приводом соответственно прямо рядом с ней находится пульт который данную дверь открывает все что требуется это нажать и удерживать нижнюю кнопку вам такую возможность и даю так сказать за родину это тренировка мышц большого пальца руки 10 тонн она весит это дверь противоударная как раз выполняла первый рубеж обороны от того же самого основного поражающего фактора ядерного взрыва именно ударные волны если бы взрыв произошел то маскировочные сооружения через которые мы спускались или было бы деформировано или уничтожено соответственно спустилась ниже прошла ходок и вот и здравствуйте когда начал строиться этот бункер точной даты именно начала строительства нет потому что изначально первый проект включал себя строительство фильтровентиляционных камер метро впоследствии от него уже отказались и дальше начали возводить уже именно по проекту чезе 703 кстати это название проекта проектный номер можно увидеть даже на самой двери внизу двери как раз и осталась полустершийся надпись вот она еще вполне в принципе различимым как раз проектной организации это метр гипер транс который проектировал данные сооружения абсолютно невинное название буквы цифры на вот уже 2 до 2 рубеж обороны нет эта дверь разблокирована тут все что требуется это повернуть рукояти и тянем на себя может быть на девушку попросим а куда в какую сторону волшебного дворец открывается но ты не переживай оператор сейчас отключится свет лифт я так понимаю работает в ограниченном режиме в ограниченном то есть для использования не запрещены 2008 не использовались запускаем их только при перевозке каких-то крупногабаритных грузов соответственно из помещение лифтовой как раз лифтовая данного лифта находится прямо над нашими головами там же находится бронированный колпак который закрывает соответственно главный шахтный ствол и этот шанс не ствол кстати довольно исторический дело в том что он использовался при строительстве московского метрополитена станции метро павелецкая кольцевой и новогузнецкой за москва Редской клени и соответственно в дальнейшем потом еще достраивалась и южная служебная снительный ветвь это именно специальная ветка технологической метрополитена на привычных нам схемах и и увидеть нельзя на секретном там ничего нет Ну, я напомню, что вообще были дебаты, как строить метрополитен в Москве, хотели ведь строить по берлинской схеме, то есть вырывать, например, улица Остоженка долгое время носила название Метростроевская, потому что конкретно ту часть ветки строили открытым типом. Но потом победила концепция как раз более глубокого залегания, поскольку Москва не Питер, и, соответственно, здесь почвы более-менее приспособлены, но именно с целью организации бомбоубежищ и вот таких командных пунктов. Мы только начинаем спускаться в эту преисподнюю. Мне кажется, здесь еще не хватает нам с собой, господи, какую-то прекрасную мою любимую актрису-то зовут, которая все с тварями боролась, наша киевская... Да, Милый Йовович не хватает, мне кажется, здесь, которая бы в постапокалипсисном пространстве. А скажи, пожалуйста, пока мы спускаемся, я правильно понимаю, что здесь вот, ну, это же такой объект прямо напрашивается для съемок? Часто у вас тут проводятся какие-то вещи? По факту довольно стабильно, то есть раз в месяц кто-то приезжает совершенно по разным причинам съемки, от блогеров, фильмы, сериалы, различные передачи, насчет клипов точно не скажу, но вроде бы было тоже несколько таких вариантов. Ну и фотосъемки именно отдельные. Возможно, мы тут что-нибудь тоже снимем потом. А какова глубина залегания? Вот сейчас мы как раз спускаемся на отметку 42 метра от уровня поверхности. То есть, если переводить на этажи, эквивалент 14-этажному дому. Четыре мы прошли в начале, до верхнего защищенного выходка, и основной шахтный ствол еще 10 этажей вниз. Ну вот я сейчас в этот раз, в приезд в Москву, я снимаю квартиру в Сокольниках в 12-этажном доме, на последнем 12 этаже живу. Вот в принципе, да, если такой дом чуть повыше погрузить в землю, мы получим глубину этой шахты. Я думаю, оператору сейчас надо будет перевести взгляд наверх, чтобы было понятно, на какую вообще глубину мы опустились. Посмотри туда. Видите? Прямо так и напрашивается, чтобы отсюда ракета стартанула. Так, куда мы прибыли? Сейчас мы прибыли как раз на основную глубину залегания данного объекта. Отметка 42 метра, и вот от нас расходятся два входа. Оба за защитными герметическими дверьми. Сейчас немного вернемся к теме именно метрополитена. На данном роде объектах все время должны присутствовать эвакуационные выходы. Ну, если бы взрыв произошел, то наверх мы этим путем уже не поднимемся. Соответственно, зачастую они могут представлять собой такой же запасной шахтный ствол, замаскированный, по которому можно подняться наверх. Либо, как в нашем случае, данный эвакуационный выход выведет нас к нашим самым ближайшим соседям, в тот самый тоннель московского метрополитена. Вот на него мы сейчас как раз и посмотрим. Находится он за первой защитной герметической дверью. Вот эта дверка уже как раз закрыта. То есть тут просто рукоятчика не поможет, поэтому вручу ключик. Берем девайс. В какую сторону? Против часовой. Против часовой. Но вот если сверху посмотришь, как раз увидишь механизм раздерметизации подобного рода дверей. Пластины для этого мы и сняли, чтобы люди понимали, как это вообще работает. Все. Сейчас мы открываем. Очень уютная домашняя атмосфера. Ну и вот здесь мы остановимся, потому что на данный момент здесь тупик. Есть намек на... Не только намек со стороны метрополитена. Такие же намеки. То есть как раз за этой дверью и начинается та самая южная служебная съемительная ветвь. А вот смотри-ка, здесь тоже бренд остался. Да, шахты. Вот так выглядит та картина, которую мы бы увидели, если бы прошли за дверь. Обычный типовой перегон, технологическая платформа и проем с решеткой, который буквально в метре-полтора за этой дверью и находится. Ну и ключик нам пригодится. Откроешь дверь, да. И у нас проблема. Хьютнесс у нас проблема. Это прям похоже на вскрытие сейфа на самом деле. Хорошо, что эти проблемы случились сейчас. Тех задвижек, которые уходят в специальные пазы. Как вы видите, он лежит здесь отдельно. На одной из экскурсий при открытии двери его сломала 13-летняя девочка. Проблема в том, что один из четырех ригелей, а именно левый верхний, сейчас точно так же обломился внутри двери. А шансы вообще есть? Шансы есть всегда. Итак, специально VIP. Ну, как говорится, с Богом, да? Да. Его здесь нет. А, он же не видит. А тут бы лежит кто? Сатана? Мама, прости. Я плохо себя вел, но я вернусь. Сейчас снимаешь? Вот сейчас давай, похлопаем. Аллилуйя! Аллилуйя! Итак. Это мы загрузим туда, чтобы не мешалось. За этой дверью находится царство подземелья. Вы даже не представляете, насколько оно воздействует на психих москвичей, которые ходят и не знают, что буквально на глубине чуть больше сорока метров их ждет тайный центр силы. Пойдемте. Специально для РЕН-ТВ. Сегодня мы покажем вам это. На это помещение, внимание точно следует обратить, потому что это помещение кислородной комнаты. Соответственно, когда у нас закрыты все герметичные устройства, воздух сюда уже не проникает. Вот раньше как раз слева, вот в этом синем шкафу, скажем так, находились баллоны с кислородом. Они обеспечивали, соответственно, постоянность кислородной среды и, в том числе, подпор воздуха. Ведь в военное время система вентиляции не работала, а подпор воздуха обязан быть, чтобы внутрь не проникали ни опасные отравляющие вещества, а ни радиоактивная пыль. Тут же ранее находился склад с сухопайками сроком на две недели и под потолком два больших резервуара с чистой питьевой водой, каждый по 200 литров. Срок автономности, соответственно, объекта как раз две недели и был. Потом уже или наверх, или на крайняк, в метрополитен. Или в огород. Приветствую тебя, бог подземелья, великий метро Гудвин. Вообще, изначально функциональная принадлежность этого помещения в чем заключалась? Объект принадлежал... Весь объект или помещение? Начнем. Именно вот это помещение. Это первый блок хранилищ секретной документации. Когда-то здесь находились стеллажи практически от самого начала и до конца блока, на которых вся секретная документация и хранилась. Сам по себе объект принадлежал Министерству иностранных дел. Он так и назывался. Спецархив, МИД СССР, ну и впоследствии РФ. Сейчас, я так понимаю, это помещение используется иногда под разные мероприятия. Да, именно так. Это по факту довольно сухое помещение относительно всего объекта. Тут восстановлен исторический уровень пола, как это было до этого. И здесь довольно приятная акустика. Как можно почувствовать еще, сказав хоть одну фразу. А что вот это вот такое? Вот это фасонный тюбинг. Получается, все, большинство, по крайней мере, перегонов метрополитена и станции состоят из вот таких вот секций, которые называются тюбинги. Отлиты они все из чугуна. Это вот часть вот этой. Вот, именно. То есть те, которые в сборе составляют кольцо, называются нормальными тюбингами. Прям есть такой термин. Тюбинг нормальный. А вот это тюбинг фасонный. Он исторический. Организация «НГЕОКОМ», которая занималась реконструированием станции метро «Динамо», предоставила нам два таких. Один можно увидеть непосредственно на объекте, один находится на нашей верхней экспозиции при входе. Это тюбинг 1938 года. Он обрамлял арку перехода со станции метро. Как раз из них за облицовкой как раз лего для метростроица, скажем так, с которого все это и состоит. Как, сначала экспозиция или самая дальняя прогуляемся? Давай, самая дальняя. Это, соответственно, уже третий блок хранилищ. Когда-то здесь точно так же и располагались стеллажи, на которых все документы хранились. Всего, по факту, два основных помещения, которые использовались непосредственно под хранилищем. Первый блок, где мы были до этого, и, соответственно, третий. Вот тут структура самого бункера представлена. Здесь как раз есть разрез. Можно увидеть, как выглядел сам бункер. По факту строительство его велось прямо по принципам строительства тоннелей московского метрополитена. То есть все то же самое, буровзрывным путем. Далее укладывались тюбинги, между собой зачеканивались, закачивался раствор бетоном, и, соответственно, таким образом помещения воссоздавались. И вот в самом ближнем торце как раз у нас представлены копии выписок из архива по данному объекту. И возвращаясь к тем самым еще первым планам строительства фильтра вентиляционных камер. Проект, который был впоследствии заморожен, и далее эти выработки переданы МИДу уже под расширение и строительство спецархива. Это регенеративные патроны. В чем их отличие? Вот в этих контейнерах внутри содержатся пластины, которые поглощают углекислый газ в отдыхаемый человек. Если на объекте его концентрация превысит отметку в 30%, то человек начинает засыпать, может потерять сознание, и на этом все. Дабы концентрация не повышалась, вот такие системы устанавливаются к электроручным вентиляциям и прокачивают через них воздух. Как архив данный объект действовал до 1 января 2005 года. Вопрос такой, вот эта сырость вообще, насколько она влияет на сохранность? Как долго это вообще может продолжаться? Продолжаться это может до бесконечности, по факту протечек довольно много, они никогда не прекращаются. Ну, то есть могут усиляться в зависимости от того, если идет сезон дождей, когда их много, то, соответственно, примерно через пару дней вода после дождей только к нам поступает, у нас увеличиваются протечки. Трещины за их поведением мы, по крайней мере, отслеживаем. То есть смотрим, разрастаются они или нет. То, что вот, которое можно наблюдать сейчас, это всего лишь железобетонная рубашка. То есть, тем не менее, деформация уже небольшая имеется, и вода сюда поступает в избытки. Боремся мы с ними теми системами, которые здесь уже есть, а именно это дренажные канавы, которые идут по всему объекту. А вот прямо под нашими ногами под полом проходит труба. Она довольно обширная, и уходит в помещение насосной станции. Там уже огромный резервар, такой зумф. Когда он наполняется, соответственно, включаем насос и водичку под давлением в типовую ливневую канализацию и отправляем. Но если учитывать то, как течет сейчас, ЛИТ-40 еще точно простоит. Это помещение, по факту, довольно интересным было тем, что здесь же хранились оригиналы документов. Вот только суть в том, что эти документы на поверхность поднимать было нельзя. Ведь в случае какой-то опасности сразу же теряем столь ценные сведения. Поэтому это помещение было создано. Это так называемая смотровая комната, на которой ранее стояли столы, здесь были копировальные машины, на них с оригинала снимали копию, и вот уже копию отправляли наверх для работы. Оригиналы стен этого помещения никогда не покидали. Ну, только по факту в момент эвакуации, а именно в 2005 году. Мне это все напоминает мою советскую школу, и вот это вот уроки ОБЖ, уроки гражданской обороны, вот эти вот индивидуальные аптечки, как сейчас помню, противогазы. Причем сначала у нас были вот такие противогазы. Я помню, что когда нам выдали вот такой, я очень удивился. Мне показалось, что он такой модернизированный. И крайне удобно надевается. Да, да. В отличие от того, потому что вот здесь обычно, особенно девочки страдали, на самом деле ты надеваешь, волосы все время цеплялись вот за эти вот резинки, а этот прям надел, и все норм. Вот это макета, которую мы делали все вручную. Это макет одного из спецобъектов, который находится на территории Москвы. Вот он на данный момент рассекречен, но на представленной карте, которая здесь находится, его увидеть нельзя. Суть в том, что рассекретили его менее полугода назад. Это макет запасного пункта управления Министерства энергетики Советского Союза. Данный объект еще строился до начала Великой Отечественной войны, и по факту, по подобным принципам, большинство объектов глубокого заложения на территории нашей столицы и построено. Объект находится прямо на Никольской улице. Точнее, под ней вот так тысячи людей ежедневно гуляют, даже не подозревая, что под ним находится спецобъект. Как раз будьте проходить мимо двора Николы Греческого монастыря, знайте, что под ним находится спецобъект. Очень интересно. Вот так вот, да, значит? Слушайте, я буду знать. Это макет уже типового защитного сооружения гражданской обороны, которых огромное количество под различными предприятиями, да даже под жилыми домами, когда подвальные помещения просто переоборудуют под защитные сооружения. Вот здесь вот карта интересная. Ну, там, обычная карта Москвы практически. С охождением. Вот я, когда вожу по Мясницкой экскурсию, вот здесь вот есть такой небольшой маленький особнячок, ну, то есть вот рядом чистые пруды, станция метро, и тут маленький такой особнячок, где Сталин в первые годы войны был, там была ставка, потом она переехала в Кремль, потому что в Кремле еще было не обустроено. А почему этот особнячок был выбран? Потому что как раз на чистых прудах изначально все и помещалось. Да, как раз по факту один из первых объектов, который был построен прямо за станцией чистые пруды. Но Сталин именно в самом объекте не пережидал. Он находился именно на самой платформе, которая ранее отделялась просто перегородкой. Но потом впоследствии действительно под Кремлем появилось целых два объекта, это 25 и 25 дробь 2, из которого из одного ведет эскалаторный спуск. И вот эти объекты кремлевские уже соединяются с объектом номер 100. Скажем так, такая небольшая специальная ветка в тоннеле Московского метрополитена. Но хотя это именно отдельный объект. Ранее, по воспоминаниям одного из комендантов Московского Кремля, по нему ездил совсем небольшой трамвайчик, все на 12 мест. Вот как раз на нем, в случае опасности, они должны были уехать далее к объекту номер 101, который ранее находился прямо под гостиницей России, а вот сейчас там парк Зарядье. И, кстати, на створке этого объекта можно посмотреть вживую. Если спуститься на нижний этаж паркинга, там как раз и находятся такие большие железные двери. Это довольно интересный момент. Ну, ломиться-то я не советую, объект правительственный, тем не менее. Ломиться еще поговорим. Я так понимаю, что вот господа диггеры все время пытаются сюда проникнуть. Была даже история, связанная с этим объектом, одна крайне занятная. В чем она заключалась? Как я сказал, у объекта же у нас присутствует два эвакуационных выхода. В один мы заходили, а вот второй находится за помещением трансформатора. Так вот, в чем была суть? Диггеры-то у нас люди довольно интересны. Чем меньше информации о свободном доступе, тем сильнее это бодражит их умы. Да, вот как-то раз они положили свой глаз на данный объект, ну и у них появилась довольно занятная идея взять с собой парочку домкратов, спрыгнуть с ними со станции, пробежаться по перегонам и гермодверь весом полторы тонны снять с петель. У них это успешно получилось. После этого они прошли уже в основные помещения. Ну, порядка трех-четырех минут до прихода охраны у них было, судорожно сделать несколько фотографий и ретироваться обратно в перегон. Это не так же успешно сделали. Дверь на место ставить уже никто не стал, но ее просто по периметру заварили, накинули еще парочку замков, герконов и по факту больше таких поток сюда с их стороны не было. Благо на тот момент объект уже не работал как архив. На тот момент он был заброшен. Но охрану, тем не менее, наверху никто не отменял, так же как и камеры и сигнализации. Так, у нас еще осталось технические помещения. Одно из них, в принципе, здесь. Тут места не очень много, но тем не менее, можно пройти. Как раз в чем суть. На объекте же у нас хранились документы. Документы тем более на бумаге. Ну, а как мы знаем, просто так бумага лежать не может, ей нужны определенные параметры. Могу их озвучить. Это относительная влажность от 40 до 50 процентов и температура от 15 до 17 градусов Цельсия. Вот за этими параметрами здесь очень жестко следили. Прям вот именно очень. Для этого была оборудована двухэтажная климатическая система на первом этаже, в которой мы и находимся. Основана она была на конденсировании, скажем так. Если берем воздух довольно влажный, то чем он холоднее, тем меньше влажность тебе может содержать. Именно поэтому здесь ранее устанавливались холодильные машины, которые охлаждали воду в контуре, и далее она отправлялась уже наверх в специальные растительные камеры. На них мы вживую тоже посмотрим. И наглядно для вас эту систему тоже запущу. Хоть она сейчас действует лишь частично, но тем не менее наглядно будет понятно, как это работало. Так что это одно из также рабочих мест именно обслуживающего персонала, который помещениями архивов доступа не имел. Они были закрыты. Туда заходили только люди из министерства, так называемые архивариусы. А вот обслуживающий персонал, обычные инженеры, которые по факту даже не представляли, что здесь находится. У них просто был штат своих задач, которые они выполняли. Ну, как-то догадывались, конечно. Но, тем не менее, да, обычные техники своими системами. Аккуратно, товарищ оператор. Сейчас как раз сразу включу подачу воды, но наверх. Пошла. Да. Потолки низкие, но, тем не менее, сотрудников по росту не отбирали. Вот, как раз за этой дверью трансформаторная идет. Получается, запитываемся мы не сверху, а снизу. К нам идет два вода по 10 тысяч вольт от ближайшей метрополитеновской подстанции. Как раз от нее весь объект запитывался. Там же и второй эвакуационный выход. Ну, и вот, по факту, тот самый второй этаж. Кондиционер. Да, обычный советский кондиционер. Ну, довольно объемный. Ну, как бы весь объект нужно было обеспечивать. Управлялся он также с этого пульта, который здесь же находится. Отсюда все это было предусмотрено. На нем и мнемосхема есть, для того, чтобы понимать, как примерно все это работало. Сейчас мы его полностью обесточили. Он больше ни за что не отвечает. Все, что восстановлено, это лишь индикаторная подсветка. Но, тем не менее, с кнопочками можно поиграться. Они будут меняться. Где наступлю? Оп. А вот, возвращаясь к той самой растительной камере. Соответственно, когда запускалась система вентиляции, воздух с поверхности у нас попадал в эти самые растительные камеры. Прямо под нашими ногами ранее вода охлаждалась. Причем охлаждалась до очень низких температур, порядка 2-3 градусов Цельсия. Она же под давлением подавалась на форсунки, образовывая такой взвесец ледяной воды. Воздух охлаждался, проходил точку росы, влага конденсировалась. А уже осушенный, он шел дальше к электроколориферам, где там подогревалось. Для наглядности, сейчас я могу запустить эту систему. Будет немного громко, так как заработает основная вентиляция. Я потом просто увеличу подачу воды. Включаю. Ток воздуха с поверхности пошел, можно почувствовать. Ну а вот теперь осталось увеличить подачу воды. Мини-автонойка. Ну залазить туда я бы не советовал. Хотя мне кажется, что фото запробовал. Сейчас отключу вентиляцию, подойду, чтобы потише было. Вот эта система так примерно и работала. И сейчас вроде бы казалось, какой гул стоит. При этом работала лишь основная система вентиляции. Ни холодильных машин, ни контру охлаждения, ни насосов, ничего. То есть условия здесь создавались крайне неприятные, поэтому работа была довольно неблагодарной, но, как говорят, хорошо оплачиваемой. Да, мама, не горюй. И сидишь ты вот. Да, рабочее место действительно весьма занятное. Вы жалуетесь на неудобное место в офисе вашем, да, от метро далеко. Вот вам, пожалуйста. Добро пожаловать в коворкин. Да, да, коворкин, бункер, да, это точно. Вот в этом же помещении, чуть дальше, как раз находится второй уровень систем регенерации, который боролся с тем самым углекислым газом. Электроручная вентиляция, подключаемая к тем самым регенеративным патронам. То есть сам двигатель работает. Ну и в случае чего, конечно же, был и ручной привод. Электроэнергии не будет. Каждый из сотрудников подходил бы сюда, по очереди бы крутил эту рукояточку, и вот уже только от них бы зависело, сколько времени еще они бы крутят. Крутить-то надо сказать. Ну такое себе удовольствие. Довольно энергозатратно, но жить захочешь и не такое будешь делать. Вот вам фитнес. В целом, да, я говорю, уютный кроссфит здесь. И контрастные души, и физическая нагрузка, и, в принципе, офис нам нужно поработать. Это же все основные помещения, да? По факту, да. Но осталось еще насосное, ну и все. Я говорю, объект сам по себе довольно маленький. Ну, как и никак, строился не для людей, а для архива. Так, ну что, мы тогда сейчас прервемся на секундочку ради небольшого перформанса, который разбавит вот эту нашу техническую часть некой воздушно-созерцательной, я бы так это назвал. Как страшно жизни сие аколы нам в одиночестве влочить. Делить веселье все готовы, никто не хочет грусть делить. Один я здесь, как царь воздушный. Страдания в сердце стеснены. И вижу, как судьбе послушно, года уходят, будто сны. И вновь приходит с позлощенной, на той же старую мечтой. И вижу гроб уединенный. Он ждет, что ж медлит над землей. И никто о том не покрушится. И будут, я уверен в том, О смерти больше веселиться, чем о рождении моем. О смерти больше веселиться, чем о рождении моем. Здесь же урановое стекло. В ультрафиолете довольно ярко светится. Да, это обычная пепельница, которая в 6-7 раз выше нормы светится. Ведь ранее урановое стекло использовалось повсеместно в быту. И здесь же можно увидеть кусочек породы, в котором находится минерал, который называется гакмонит. Светится в ультрафиолете он вот таким же красивым оранжевым цветом. Это, надо сказать, вообще о чем-то самое прекрасное, что я видел. За последний павлиц. Можно я это для сториз сделаю? И сейчас такой комментарий гида. Ну и в принципе я забыл сказать, если у вас уже есть дети, это норма. Я, кстати, трогал радиоактивные отходы, переработанные. Он практически не радиоактивный. Большое содержание уже имеет фон. Ты готова? Да. Он мой и светится. Можно тут лучше выглядеть, когда в него говоришь. Соответственно, второй, абонент номер 10, также работает. Вторая трубка. Еще раз говорим о том, что телефоны подключены между собой, и на осциллографе можно увидеть как раз возмущение, вызванные голосом. Так, ну что, поехали наверх. Сирены, соответственно, две. Есть ручная, старенькая, которая здесь была, для локального оповещения. И уже более современная электрическая. Электрическая будет прям хорошо. Включить? Сейчас, сейчас, сейчас я буду... Будет громко. А где будет вот там громко? Ну да, тут акустика еще позволяет, поэтому будет прям крайне замечательным. Поехали. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Выходные с самого утра до самого вечера Соответственно, вплоть от 9.30 утра первой экскурсии заканчивают там 21.30 Какова реакция экскурсантов? Какие самые неожиданные, веселые, тупые и прочие вопросы были с их стороны? Начнем с того, что самый постоянный вопрос, это есть ли здесь крысы и насколько они большие? Потому что легенды о трехметровых крысах, которые бегают по перегонам, никуда не делись Все их усиленно здесь ищут, но живности здесь, к сожалению, нет Один из довольно частых вопросов А сюда же не вместится много людей уже после экскурсии, когда было сказано, что это архив Это нормально Да, при этом люди не то, что здесь не жили Они приходили сюда просто на работу, обычные смены И периодически приезжали архивариусы Поэтому ничего тут предусмотрено не было Есть ли Метро-2? Куда же без этого? А почему вы не показываете засекреченные объекты? Карта с рассекреченными, это, конечно, хорошо, но о которой засекречены почему не рассказываете? Вот это, наверное, да, прям самые основные, которые встречаются Шутка-шутка, мы как-то гонки проводили в лесах В глубине, вообще там на картах посреди леса стоит хранилище одежды И туда железнодорожные пути такие шикарные идут на хранилище одежды А мы когда катались по этому поселку Там какие-то поселочки маленькие в этом лесу И нам бабка какая-то говорит Вы, говорит, вот туда по дороге езжайте, там секретная база военная Вы вот ее не доезжайте налево Секретная, говорит Замечательно Дима, большое спасибо Сейчас мы на самом деле не прощаемся Потому что у нас будет еще один special guest Специальный гость Который имеет непосредственно отношение к этому объекту А после такой увлекательной экскурсии Мы оказались совершенно в другом на самом деле месте Это, ну, как офис, маленький Пристройка в банке Пристройка, да, маленький офисик Ну, чтобы не все вот так вот протекало Нет у тебя прощения Да, почему мы, собственно, сюда пришли Потому что здесь есть еще один не менее важный, может быть Прости, Дмитрий И более важный человек, который всем этим управляет Да? Я ремарку могу сделать, да? Конечно! Во-первых, надо представиться Здравствуйте! Меня зовут Лилия Можно просто Лилия По поводу управлять Да, помогаю руководству по поводу многих вопросов У нас есть отдельное направление Это музей Там совершенно, да, своя кухня Есть у нас замечательный Дмитрий Юрков Целая команда, которая вот непосредственно И очень в больших объемах занимается самим бункером Да, с момента, так сказать, возникновения музея Да, как бы открытия Вот, поэтому по поводу управлять Здесь, как бы, есть такие нюансы, да Вот, что касаемо именно театрального направления Да, там в полном объеме, можно сказать, управляет И все прочее такое А так, в целом, управление по бункеру Это чтобы просто помогать всем направлениям И руководству в том числе Ну, я так, чтобы просто громко не звучало Очень прям сильно Хорошо Скажи, пожалуйста, вот те миллиарды долларов, которые валятся вам за ваши коммерческие мероприятия Как вы их расходуете? Ну, я могу просто обрезать вопрос на корню Нету никаких миллиардов за тем более какие-то коммерческие Есть действующий музей, билетик Человек покупает билет, это его пожертвование, да, фонд музея Соответственно, вот этот вот круговорот, билетик, зарплата Какая-то такая, да, скромная команде, да Вот и все По поводу каких-то мероприятий Это всегда какая-то скромная история в плане денег И всегда, как правило, такой Такая рекламная, как сейчас модное слово, коллаборация, да Например, какая-то выставка произошла На нее пришло много людей, да Узнали и про музей в том числе, да Основное направление это музей Он функционирует каждый день По выходным особенно То есть, вот прям, безусловно Богу, да Яблоку негде упасть Тем более всего туда музею два года Вот, поэтому, к сожалению, нет никаких миллиардов Зато есть вполне себе Такая хорошая, добрая история про музей Который реально интересен очень многим мужчинам, женщинам, детям И есть вот эта история про театр, который тоже сейчас набирает обороты Это тоже очень приятно А ведь мог бы быть частный клуб Клуб, ну, это, ну, вы же были внизу Вы же понимаете, что для клуба там немножко, ну, Дмитрий, если показывал эту историю с вентиляцией, да Например, там до спектакля, сейчас у нас 50% зал, соответственно, это там 60-65 человек За час включается вот эта вот вся вентиляция, чтобы воздух, ну, какой там клуб И спектакль у нас по полтора часа, час 30 без антракта И уже зритель поднимается, и уже чувствуется, что как бы душновато Здесь все очень четко в этом плане, здесь как бы, ну, особо не разгуляешься Ну, клуб Многие почему, я не знаю, откуда этот опыт, я не клубный человек Но все почему-то видят клуб В чем хочется, да Я-то потому что из Петербурга у нас было замечательное место Тоннель И там как-то людям было вообще плевать на многие моменты Я тоже из Петербурга, я слышала про клуб Тоннель, но я, видимо, в силу возраста не застала этот клуб Да и вообще, я повторюсь, не клубный человек Но мы в этом плане крайне ревностны, щепетильны, осторожны Это очень хорошо Соответственно, основное направление развития данного места, это развитие музея, прежде всего Да Театра, каких-то, может быть, выставок, связанных непосредственно с подземной Москвой У нас бывает, вот недавно была лекция, да, спикер выступал То есть в этом направлении Ну и опять-таки, поскольку, поскольку, скажем так, условия в бункере позволили там сделать такую Очень маленькую, я считаю, на 130 человек всего театральную, да, историю Еще и это, вот это мы развиваем Причем по поводу, там, спектаклей, может, сейчас поговорим об этом Тоже очень, как бы, узкий выбор Сюда не, ну, мне приходит много разных предложений, вот, хотим у вас сыграть, да Я иногда злюсь, но чаще вспоминаю, что люди-то не были здесь и не представляют, что здесь, например, там Многое сюда просто не пойдет Просто в силу тематики или в силу, там, наличия огромного количества декораций Ну, так, например, про декорации хотел сказать, что Шестиметровый фанерный слон сюда вряд ли влезет Не влезет Да Ну, на самом деле, то есть, короче говоря Самый главный посыл вот этой нашей Пристройки, да, видеопристройки к основному материалу заключается в том, что, во-первых, вы можете приходить в музей Что значит можете? Вы должны, да Приходить в музей, поддерживать его таким образом И благодарить, соответственно, людей за то, что здесь нет наркоманского притона, а наоборот Центр культуры, истории и так далее И точно так же, если вы занимаетесь какими-то мероприятиями, ищите площадку То, прежде чем, конечно, обратиться, надо подумать Да, вы видели, в каких обстоятельствах это все происходит Тоже это прямо можно обратиться к тебе, да? Да, я сейчас очень активно в поисках новых спектаклей Так готовые проекты должны быть Вот У меня только что возникла идея, кстати Мне кажется, она сюда зайдет Я попробую предложить любимейшей своей Илоночке Маркаровой Вот она у нас читала монолог Веры Фигнера Мне кажется, вот Я видела Да, мне кажется, вот они здесь будут очень в тему Но они же питерские Ну, ничего страшного, они приедут, они приезжают в Москву Я хотел приедать На самом деле у нас был проект с ней Я хотел ее инкорпорировать в свою экскурсию по Большой Ордынке Чтобы она почитала стихи про Ахматова Но я нашел еще одну прекрасную девушку, которая это сделает Вот Но у нее по семейным обстоятельствам это не получилось А вообще нет, они ездят в Москву И это, мне кажется, отличная идея Так что вот А у них декорации очень простые Это они сами Ну, в этих стенах, я думаю, что им даже Вот я так и подхожу к постановкам здесь Если вы обратили внимание, у нас что сейчас идет? Сартер, да? Это история про ад И вот легенда о пианисте прекрасно вписалась Сартер, я не знаю Вот у Сартера есть отличный рассказ про стену Вот кто бы его поставил, тоже там прекрасное Можно поставить Ну, киньте удочку Может, что-нибудь поставят И наконец принесут нам Подчеркиваю, готовый проект Почему я это подчеркиваю? Готовый проект Мы здесь пробовали ставить с нуля У нас открытие наше было, да Сопровождалось, соответственно, спектаклем «Геодезисты» Ага Мой приятель, очень хороший режиссер Андрей Коцарук Мы с ним здесь встретились Еще театра-то не было, ничего не было А мы уже стали делать вот этот проект Он пригласил художников, актеров И, в общем, премьера была вот этим вот спектаклем «Геодезисты» Это вот про строительство метро Угу Но мы только начинали Мы не учли многие факты Саму даже рассадку Зритель, который сидел чуть вдали Ничего не видел, не слышал Несмотря на то, что мы даже заморочились Закупили там микрофон И все вот это Подняли ряды, да Все равно Мы как бы не выкрутились Вот Поэтому И убили очень много как бы еще музейного времени Да, тоже Я это к чему? Мы не имеем возможности здесь давать какие-то репетиционное время Да, то есть это должны быть готовые проекты Проект под ключ У вас уже он обкатан Вы уже его, может быть, даже где-то ставили Вы приходите сюда, предлагаете Если, соответственно, вы договариваетесь по концептуальной и всей остальной части То вперед, Наташа Я не лезу в творческие моменты, если меня все устраивает Если не устраивает, обязательно скажу Мне это позволяет мое образование Как бы, в принципе, я не организатор Сейчас я организатор У меня актерское образование Я эту кухню знаю от и до Я в этом 12 лет Поэтому у меня бывают, кстати, небольшие конфликты Вот были с группами У меня здесь много работы Но я не могу выпускать какие-то моменты В плане спектаклей Потому что я здесь должна думать про зрителя Вот такой момент, да, если там, не знаю, в теме Чаще в спектакле актер как бы про себя, для себя Там все как бы кайфуют в этом процессе А зрители как бы где-то там Режиссеры про себя, актеры про себя Да, вот здесь нужно как бы в этом плане немножко влезать, фильтровать А так, ну, не позволяю себе Доверяю, если уже беру, то доверяю Хорошо, я оставлю все ссылки там Сейчас небольшой конечный анонс от меня Друзья мои, у меня было пять феерических экскурсий в Москве Когда я приеду в следующий раз в столицу нашей Родины, не знаю Скорее всего, ориентировочно в конце мая, в начале июня Следите за анонсами И желательно записываться заранее Потому что места быстро заканчиваются В Петербурге пока что мы гуляем по выходным Но скоро я уже начну проводить свои традиционные вечерние экскурсии Преимущественно по проходным дворам Потому что в это время суток они наиболее аутентичные На майских праздниках экскурсии будут проходить каждый день А может быть даже и не по одной в день Все зависит от того, как вы будете записываться На новогодних праздниках Некоторые дни были прям по две экскурсии Мы сейчас меняем платежную систему на сайте Поэтому покупка моего остросоциального романа Корень и путеводителя Невский с перцем Может быть недоступна в какой-то момент Но если вам прямо срочно надо То вы можете написать мне лично Мы организуем Точно так же вы эти книги можете купить После моих экскурсий Они всегда у меня в машине И естественно я их всегда подписываю Если вам нужна съемка в Москве То вот обращайтесь к оператору Игорю Который помогал нам во время этого процесса Я оставлю его координаты внизу Точно так же как там будут располагаться все ссылки На ВКонтакте, Инстаграм, на сайт Следите за анонсами Приходите Всех люблю Вы реально лучшие Я это вижу по вашим глазам По вашим вопросам По той реакции Которая происходит на мои пешеходные туры И я вас уверяю Что особенно летом вас ждет Масса всего интересного Нового и неожиданного Ну а на этом все Собственно Приходите Замечательный Бункер Все время мне хочется сказать Бункер Гитлера Простите Потому что я в Берлине возил И возил экскурсии Пока где бункер Гитлера находится Исключительно по этой части А не по какой другой Ну приходите ко мне И увидимся Оставляйте комментарии Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok